Раньше это называли рукоделие. Сейчас все чаще можно услышать западное хендмейд. Но как бы ни именовали это явление, его связь с творчеством остается неизменной. Ведь мастер вкладывает в дело всю свою любовь, благодаря чему предметы становятся одушевленными. Ирина Кравцова всю жизнь увлекалась рукоделием. В какой-то момент ее увлечение стало профессией. В нашем городе, как, впрочем, и за его пределами, Ирину знают как автора предметов домашнего текстиля, а также мастера коллекционных кукол ручной работы. Начиналось все с детства, когда родители работали, а мы все искали себя и бегали по разным кружкам. И были курсы кройки, шитья, ну такие детские, после школы, и было желание поступить в институт легкой промышленности. Но их было всего два, в Москве и в Омске. Мама решила, что меня нельзя никуда отпускать. При факультете механико-технологическом был заочный институт легкой промышленности московской. Но это только технолог, мне это все не понравилось. В один прекрасный момент я зашла в магазин швейный и увидела, ну это было давно, наверное, лет 7 назад, и увидела какую-то такую маленькую выставку, презентацию женщины с куклами Тильды. И все это было так мило, душевно, по-домашнему и примитивно. Я решила, что я тоже так смогу, и я хочу это домой. Постепенно-постепенно я увлеклась куклами. Куклы, наверное, это были самые первые текстильные куклы в разных вариациях. В очередной раз, заходя в этот швейный магазин за тканями, я увидела вот эту вот швейную машинку. И я стояла такая завороженная, что, ну, я не могла оторваться. Все было решено, что я очень хочу этим заниматься. Все это нравится. Нет, куклами я не перестала заниматься. Они идут параллельно, но в гораздо меньшем, наверное, таком объеме. Девушка с короной на голове, она не придет специально в магазин и не купит этот набор. А если, например, какой-то вот этот вот женский клуб, то когда вот собираются, и ты волей-неволей все равно вовлекаешься. Да это даже какой-то соревновательный момент, что ты увидишь, кто-то делает, получается, почему я не могу. Ну, а потом мне было даже приятно именно эмоции людей. Индивидуальные дизайны, как они делаются? Человек хочет какую-то, ну, какую-то определенную тему, какую-то определенную картинку. Это не так, что многие думают, ты взял эту картинку, загрузил в компьютер, и она тебе выдала, и вышивай. Дизайнер, он дорабатывает, чтобы это было качественно, как с изнанки, так и снаружи. Дизайна я не создаю. Создает специальный человек. Она сама из Донецка, и тоже уже понимаем, ну, с полуслова друг друга. Я увидела какую-то картинку, я и загорелась. Все, я не могу, я спать не буду. Я тут же звоню Эмме, скидываю я этот дизайн, говорю, Эмма, пожалуйста. Я даже не знаю еще, куда его применить, но он мне понравился. Она мне его сделала, я отшила, убрала, и дальше продолжаю. Вот пока вышивка, она занимает вообще, ну, все мое пространство. Мне это очень нравится, и, ну, это не хобби, ну, это что-то большее. Я не хотела бы вовлекаться в производство, что увеличивать какие-то объемы, но это не мое. Мне вообще приятно этим заниматься, это не только ради какой-то прибыли и денег. Это просто приятно. Я захожу в кабинет с утра часов с 10, если я в 11, если у меня большой заказ, я в 11 вечера выключаю свет, обязательно подхожу и глажу машинку, что ласточка. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!